ну вот мы зашли в теплицу в нашу одну из теплиц здесь у нас помидорки красненькие уже мигнать технич ходит собирает их под ногами помидор белый тут ходит мышек посматривает я положу вот сюда вот потом взять можно на мешок вот сегодня работаю картошку копаем я вилами копаюсь двигаться трудно ну и вопрос это в интернете задают они на этом играют и еще что-то такой вопрос а почему у вас нет детей один там а я никогда не отвечаю а значит не благословенное богом то благословение бога рождаются дети правильно все то но это не означает что нету вот я теперь объясняю в первую очередь знаменитые люди знаменитые на весь мир на целое говорится столетие детей не имели при том самые лучшие воспитатели мира детей не имели я не говорю о христе я говорю об апостолах павел апостол подражайте мне как я христу будете иметь скорби по плоти скорби а что значит ответственно большая ответственность иметь детей иные значит даже сестры говорили были бы у вас дети какие бы они умные были не знаю соломон был умный а сын родился написано скуда умный рва природа отдыхает на детях такая поговорка есть дело то в чем если бы я не уверовал во христа у отца моего родилось только от моей матери 12 детей я еще не знаю сколько второстепенных может быть потому что он веселый был красивый но симпатичный кудрявый и веры не было поэтому все было вероятное всего вот я кого знаю люди которые имеют много детей а духовном заботиться некогда не она когда заботиться тоже кормить надо учить надо и тем более куда-то отпускать если это девочки какая опасность грозит и ворует и и все так вот я обратился к богу покаялся по библии уже по евангелию это было 27 сентября 1962 года вероятнее всего ли на посмотреть чуть ли не суббота была и в то время там в то время зарождалось только движение за свободную церковь у баптистов всех бы союзный совет евангельских христиан баптистов все продали детей не водить там не проповедовать о том-то и уполномощенные советской власти но они создали совет церкви называется совет церкви название здорово так и хоть назвали отделенные детей отбирали дети на залазили на на деревья чтобы только не увезли из дома детей отнять и все государства а в это время я готовился только жениться у меня была своя говорится сусанна в то время назвать ее антонина волгоградской области а я был город венспирс латвийской сср далековато было обратился в доме еремеевых михаил александрович и анна матвеевна и у них то они уже пятидесятниками стали и такая же девушка была хорошая умница ревностная я уже все знал то и она они очень хотели что мы поженились и мы поехали туда там своя обстановка своя создалась такая что надо было мне выехать тут за этим пойдут задержание аресты а куда дети баптистов когда отбирали отбирали детей полностью вот как козловая александра и америки то обоих посадили и особо его освободили а ее нет она твердо стоит а потом видимо покинуть страну у них детей много маленькие ребенок ни на что не смотрят именальные инвестиции забота о детях у меня тогда все это перед глазами а что я выиграю я полюбил господа всем умом всем сердцем ну я еще не встречал человека который при обращении двигался бы так стремительно уже через три с половиной месяца я был проповедником у птиц в птиц там не было не знали что православной я библию прочитала может быть даже не один раз около десяти часов уходила на изучение библии святых отцов еще не знал бог давал мне авансом это потом я найду многое многое у святых отцов почти дословно в кавычках и вот в это время господь меня укреплял я много читал и увидел апостолы не считая апостола петра они бездетные нигде нигде ничего нету и никто не считает их а дальше монашество пошло все архиереи в мире все католики православная там я не знаю армянов как копты сирийцы но все были так а потом ввели безбрачие для священства католиков это сколько же миллионов было они что богу не нужны понятно что не так апостол павел играть неженатый заботиться о господнем как угодить господу а женатый заботиться о земном как угодить жене нам даже исследовать не надо что-то именно так я спрашиваю здесь есть есть апостол павел я родил анисима в вузах посланник филимону дальше когда пишут коринфянам об этом говорит так наставников много но я родил вас во христе иисусе благовествованием проповедью у меня сразу же начали появляются новые люди старые 32 человека было кому я написал тогда сейчас помню я был очень компанический много анекдотов знал рассказывал но господь сохранил меня от погружения сохранил ни одна женщина во всем мире не может сказать что было одно тело со мной ни одна почему я услышал о христе и понял многие бегут на листович и награду получает один я всегда брал по высшей шкале они выполнил с богом выполнил вот когда сегодня начинает говорить о новом завете десяти не не сказано а почему не сказано потому что 10 10 вложили к ногам апостолов продавали менее к ногам апостолов почему вы никогда это не берете эту заповедь никто не отнимал а я первый раз услышал и сразу решил сразу я еще никакой 23 года я буду платить 9 10 поэтому на работе я строитель на море работал выработка всегда было 280 300 процентов ни одного перекура может до жизни не знал и все старался улучшить работу как сделать если доски кроет там три доски я 13 доступно учился зажимать сразу поэтому так все шло если бетонирует так они не могут ничего сделать я сделал ни одной трещины эту шансы для крюков которые будут цеплять за станки на заводах где-то я говорю о том что деньги всегда были и заработал 1900 отдать надо в тот же день а если мне кто-то в карман сунет узнают бедные второе правило эти деньги я должен увеличить и отдать если мне в карман положили десятку 12 рублей должен отдать немедленно кому-то чем больше мне дают тем беднее делаюсь я только один раз встретил что-то подобное кукушкин игорь фамилия его в иркутске какой-то принадлежит там не церкви не православной очень добрый человек кажется 9 ребятишек он готов я плачу 5 10 но я не знаю сколько он получает если это зарубежья видимо есть еще уделять не на работе он работает и вот это все я вот теперь вспоминаю как ответить главное духовное все видимое видимое временное а невидимое вечное вот я знаю один даже вописка был александр шелковников у него то ли пять было сыновей или кто он ярлы песни слушали у меня мои сыновья такие же будут проповедники и получилось наоборот жена ушла его звать старший сын привел какую-то женщину видимо отец был против начал говорить и он ударил его ножом в сердце прямо сразу зарезал отца вот первый проповедник остальное по миру рассеялось это могло быть у меня могло ну а как рот будет продолжать все человеческие а вот тут мне большую помощь оказал роман или его как назвать льва николаевича толстого крейсера соната он экранизирован прекрасно крейсера в отце буква цыплята крейсера соната а зачем ему расплаждаться этому миру если достигнуто уже главное совершенство достигнуто не достигло следующие поколения начинает достигать а здесь наоборот развращается развращается но не хорошо одному бы человеку господь сказал сказал где в раю плодитесь размножайтесь на земле только два человека а сегодня 7 миллиардов старается убрать земли мудрецы масона убрать утилизовать один миллиард золотой это никто не скрывает даже и куда попадем мы еще неизвестно но и самом деле перенаселение ужасное каждый день я посчитал десятки тысяч умирает от голода и недоедания каждый день каждый день только в российской федерации но это герман стерликов пишет я данные эти видел больше двадцати тысяч абортов за время перестройки 120 миллионов я еще могу сделать а я тогда сразу понял ребенок родился его надо привести на небо как я в тюрьме а что одна жена сделает но это не все а если не приведешь спасется щедородием если прибудет вере в молитве детей приведет на небо а привести их кого я знаю священника при приезжал он ко мне два сына дети есть есть двое где в тюрьме оба сына грабителя я знаю хороших людей где дети преступники преступники уголовники я сотрудничал с тюрьмой сизо 18 17 дробь 1 кажется барнауле канат на 81 это 3700 тогда было там сидельцев люди разные баптисты сидели там он пресвитер пресвитер вот алексей михайлович и мы встречались с ним тут я им приносил что мог приносить там книги и другой на пасху яйца приносили с разрешением начальства у меня большой авторитет был там у преступников у начальства я этим пользовался вот пожалуйста баптисты и притом это не один а сколько другого всего я их на небо привести никак слишком большая ответственность отец мировой педагогики я на мост камынский имел детей а сколько было как отец русской педагогики ушинский сколько я задаю вопрос и ни один не отвечает где-то они об этом не заботились а духовным исчадом меня бог наградил как пишет доктор богословия бочков отец павел по-разному относится к игнате но тысячи людей пришли православие через его проповедь и наставление куда вы денете я не считал тысячи но новые и новые люди приходят из сектантов из преступников которые были в тюрьме другими стали а были бы дети я смог это сделать весьма сомнительно тем более я повторяю время женитьба в детей отнимают я сразу зачем тогда это нужно страдать что они там а нету значит ничего нету нету я поэтому приложил все силы чтобы не до 16 лет совершеннолетия родить и воспитать а готовых 16 лет не миллионы работы с ними и у тебя будут дети у меня сейчас только в этом году которые крестились в прошлом каждый год приезжает креститься и сотни сотни людей которых отправляем кто на афон едет то к тем батюшкам которые крестят с полным погружением вот как и и поэтому когда спрашивать а вы женаты я не отвечаю ну пристает я скажу да а где жена ну то есть глупые вопросы это любая бабка у колодца когда брали черпали вот они там все это обсуждали первый раз видит как дела даже ребенок как дела вот первый раз видишь и мы навсегда забудем ты меня не запомнишь тем более мои дела зачем глупые один вопрос должен быть чем мы можем полезно быть друг для друга я буду полезно сегодня и католикам и православным и сектантам и мусульманам если буду говорить о христе и жить по-христиански сура 5 68 аят об этом говорят дал бог инжил чтобы я по нему и жил вот как дело-то обстоит он смотри нас нападился как это он чувствует мышь уходит уже здесь с нами а был слепой я ему глаза промывал промывал освещенной водой и у них лук открылись она идет мимо в коробке там мать его родила то уже большенький было мимо коробки голова опущена я гляжу глаза совершенно нет и вдруг голубые красивые глаза вот он сидит ну-ка давай ка посмотрим поближе да белый белый я вот так давай ка сюда опа вот так ну-ка давай ка ну-ка как он какой-то тяжелый так как шарик вот мой ответ у меня детей много апостол павел говорит я родил вас написано в рам родил исаака это же самое слово родил и здесь только уже духовном плане и мне заботиться о мирском угождать жене не пришлось ни разу ни разу почему она такая же заботиться о небе когда меня арестовали лучше помощь если трудно подыскать на сто процентов уверен что никуда на сторону не смотрит и второе во все органы власти проникли новые друзья и заходатайство и ну и все остальное делают вот я сегодня работал и так спина заболела я брату одному пришел и говорю ну-ка давай-ка я отвечу сегодня на вопрос есть у меня дети или нет у тебя есть дети кто задает вопрос я не спрашивал через это эту запись можно спросить дети а где они будут писание говорит лучше не иметь детей чем иметь несчестивых лучше один правде чем 10 тысяч несчестивцев вот и все считайте сираха в притче соломона но и так это понятно я встречал детей у одной семь сыновей все в тюрьмах сидят все в тюрьме еще встречал ну и чему ты будешь рад я знаю верующие 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 прямо остановят он работает во фрунзе кашнарчук могу назвать иван данилович здоровые сыновья не в америку уехали а этот сын я его может даже не видел а он где-то университете работал и там какой-то вопрос был сложный что ворую деньги и он возьми да и скажи вслух вот это не надо было говорить я в москву еду я куда надо разберусь советская власть была ну и вечерком уже стемнялся звонок она выходит мать а дома там юра кажется дома да ему ночью лететь куда-то но у меня срочно передать надо она не хотела никак его пускать а ну там тебя ждут что-то передать он такая выходит он сразу ударил в сердце убил его из этой группы сколько горя было сколько слез понятно я могу только сожалевать вот эта сторона печали полноте меня никогда не схватит никогда почему я скорблю от духовно павел говорит об этом а евангелесиан для меня нет больше радости как слышать дети мои ходят в истине дети мои какие дети когда не женаты они так и называются детьми меня многие в интернете называют духовным отцом вот сейчас новые люди пришли которые а вы для меня отец мусульмане которые стали православными да я даже не знаю откуда только нет людей а я вы для меня духовный отец и женщины и сестры молодые и меня бог сохранил от всего я ни разу не пожалел что избрал этот путь путь христов для меня жизнь христос и смерть приобретения филиппийцам 1 21 больше ничего не знаю и поэтому кто-то может быть подыскивается благословение многощадия не благословение а не воздержание может быть что толку что-то много детей ни одного верующего нету для неба что интересно люди которые совершенно не без бога делают аборт изменяют жене и обязательно дети есть а у меня трех жены есть ну пожалуйста выбор твой а у сенрикио где он не был везде дети есть это это так и вот это сейчас многосерийный показывает суд присяжных посмотрите так название я считаю и из таких многолюдные где-то собраний идут как карпов вот это самое лучшее сейчас настолько серьезно все стороны жизни люди как судится как суд идет по разным разным причинам а так как я судился в свое время около может 15 лет осудился за свое и все процессы выиграл и поэтому я смотрю как ведет себя судья превосходно как прокурор говорит поставлено так что я ни разу не мог сказать а вот это липа а вот это подделка а вот это наиграна никак я знаю что это уже играет артисты по тем делам которые были когда-то называют квартира дом где убита иначе бы не называли это и так понятно но говорят так называют статьи и все как это как люди друг друга ненавидят я это все пересмотрел и поэтому где-то у кого-то там дочь изнасиловали у меня не изнасилуют нету нету я благодарю бога все дочери которые там есть они для меня как родные все сыновья у людей я узнаю беду и сразу молюсь этого это вы молились у нас такие изменения не знаю это но я молился я увидел что дети не воспитаны вот я начальник детского лагеря это не день не два но больше 40 лет 40 лет а в новом формате так под 50 подпирает уже и я знаю что такое дети как с ними обращаться тем более пирогов возьмите я не знаю сколько у него детей там было а сколько на эту тему написано как воспитывать как говорить я вот разговариваю с отцами у вас дети и вы этого не знали ну вот здесь надо было так то сделать здесь так у меня практика огромная и поэтому остается в силе только причина что вот так я прожил жизнь это любовь к моему господу который дал этот путь превосходящий путь любви божией к богу все сто процентов всем умом и мне некогда думать о жене заботиться я теперь ее непослушание ломаю тащу ее чтобы она вошла в рай ломаю то есть не прекращаю говорить если она не так что то делает с друзьями я свободен никому не должен никому если на меня где-то накормили где-то ну накормили на 5 рублей допустим и на завтра я отнесу 10 рублей туда больше никогда не приду туда чтобы не садились за стол у меня свои принципы есть я никому не должен никому кроме взаимной любви и о врагах молюсь и а их детях каждый день я вижу и детей особенно молюсь потому что самое большое наказание когда господь говорит касающийся вас касается зеницы ока моего это дети и господь может просто вразумляя их а детишки то хорошие другой рассмотришь то-то заботишься они моих молитвах ночных и дневних вот что я хотел во время этого краткого отдыха сказать у меня детей много детей много один человек говорил а я женат на государстве надо государства для нас мать церковь мать а мы все братья и сестры и кто через нас обращается это духовное чадо а духовное это значит на небе должен быть это в тысяча раз дороже чем плотской будет у меня привязанности по плотскому такое как люди бывают услышат там в армии дедовщина в гробу везут у меня этого нету но вот шамсудинов там расстрелял где-то я преступников знаю я не жалею их а а он татарин может быть он мусульманин и поступил правильно неправильно а я все время его помню моих молитвах самые интересные люди изобретатель телефону мартин купер изобретатель интернета тим бэрз нерсли вот режиссер михалков никита валентин катасонов экономист всегда всегда ежедневно моих молитвах александр невзоров александр невзоров вот есть такое симон там песня все поет по горам какая-то фамилия такая забыл но он известный довольно я ни разу не освещался но увидел от него многое зависит да ему господи таланты посильнее ему чтобы новые люди через них пришли я перечисляю людей который дал я его не видал но очень благодарен ему тимофей х который составил библейский поисковик как он составил сколько да воздаст его господь милостями своими ведь у моих молитвах какие люди они говорю уже всех правителях которых я знаю мы поминаем и джозефа байдена и и путина и мишистина и попали особенно я привязан как бы рамзану ахматовичу кадыр у меня письменная благодарность от него и лукашенко александр григорьевич тоже у меня от него у меня благодарность есть я книги дарил ездил когда это настоящие примерные люди я знаю вот сколько раз кто женился где я никогда на это не привязывайся не говорю бог силен дать покаяться главное чтобы полюбил господа иисуса христа что он умер за наши грехи пролил причистую кровь и назовет к себе а в семейной жизни апостол павел прямо показал а а а мирской заботиться о мирском женаты замужние о мирском а это означает только в этой жизни и дальше придется отвечать за каждую копейку богу нашему слава во веки веков аминь благодарю